В современном православном мире Матрона Московская одна из самых почитаемых святых. Мощи святой прибывают в Москве в Покровском монастыре. А небольшая частица в специальном ковчеге по благословению Нижнетагильского епископа Иннокентия объява храма Северо-Тагильской епархии прибыла в Верхнюю Салду. Мы очень рады, что к нам прибыли мощи Святой Матушки Матроны, мощевик и сама икона Матушки Матроны. Потому что мы всегда молимся к ней, и я лично сам молюсь постоянно. И, значит, если она посещает, икона посещает с мощами, значит, она сама пребывает здесь. Поэтому многие приходят сюда, люди, которые нуждаются в помощи. Матронушка не оставляет, если человек с любовью и с верой глубокой обращается к ней. Она и в науке помогает детям учиться, и в разных вопросах домашних и семейных. Впрочем, сама Матрона была ребенком нежеланным, появившимся в многодетной семье. Жили бедно, чуть не впроголодь. Девочка родилась слепой. Родители Дмитрия и Наталья Никоновой ее жалели и не обижали. И когда ее крестили в купеле, было вот такое чудо. Священник, который крестил над купелью, был дымок. Как бы знак от Господа, что это необычно будет ребенок. И от рождения она имела уже духовное зрение. Она не от рождения, а будучи от раковицы. Она уже имела духовное зрение, уже исцеляла вот в таком возрасте и помогала людям. И вот уже чудеса были, вот уже будучи от раковицы. В 17 лет она уже не могла ходить, тоже промысел был Божий об ней. И уже вот в таком положении, несмотря на это, она помогала людям, исцеляла, как бы лечила. Даже могла сказать, показать, вот, где украденная лошадь. Вот, престияном помогала в этом смысле. И мы знаем, что она пророчествовала. У нее были, как бы, предсказания. Она предсказала задолго до событий революцию, отечественную войну. Вот она такой имела дар. Прихожане несут к ковчегу Матроны живые цветы. Вопреки сложившейся традиции нести усопшим четное количество цветов, Матроне несут нечетное, как пребывающие с нами рядом. Дарят цветы, пишут записки. Ну, писать, наверное, самое необходимое такое. Вот, были случаи, что, правильно, Матрона помогала, как бы, и по запискам. Обращаться к Матроне нужно так же, как и к любому святому православной церкви. К каждой иконе подходят как? Два раза крестятся, прикладываются только губами. Ну, не клик, а к ручке, вот, краешки иконы, и чтобы губы были не крашеные. Косметику, конечно, не надо. Ну, у кого уж крашеные губы, то колбом прикладываем. Два раза крестимся. Вот, пальцы делаем вот так. Вот эти три пальца означают, что мы крестимся во имя Отца и Сына из Тага Духа. А эти два пальца обозначают, что Господь имел человеческое и божественное естество. И прикладывается вот так, касаемся лба, солнечное сплетение, правое плечо и левое плечо, и с поклончиком. Два раза вот так сделаем, прикладываемся, потом еще крестимся один раз. О чем только не просят Матронушку верующие. Любовь и почитание к святой с годами только возрастает, потому что люди чувствуют реальную помощь. Сколько мы ездим уже по епархии, было множество чудес различных. Она помогает не конкретно в чем-то, а во всем. Были случаи и документы. Вот женщина, представляете, в Северу раз приехала, и нету у ней барсетки с документами. Помолилась праведной Матроны, и на ту же маршрутку села, и там лежали документы. Вот такой был случай. Вот в Каменской епархии тоже был случай. Мы стояли тоже в храме там. Просворницы, ну, просворы собрались делать, и внезапно электричество отключилось. Вот они помолились, Матронушка, помоги нам. Вот у меня записано, вот сами вот прихожане храмов пишут тетрадку. Я вам еще зачитаю вот тоже чудо из тетрад. И вот они помолились, давайте достряпаем просвор, и электричество отключи. И вот чудо было. Чудесным образом включилось электричество. И как они постряпали, электричество отключилось. Электрик потом пришел, там все перегоревшее было. Настоятель храма во имя святого апостола Иоанна Богослова, отец Александр и монах Михей предложили салдинцам воспользоваться благодатной возможностью помолиться. Святыни Матроны Московской будут пребывать в храме до 13 апреля. Далее икона и ковчег с мощами отправятся в Шадринск.